Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня я вам покажу, как в программе Adobe Illustrator создавать фотографии и инфографику для площадки Wildberries. Почему я люблю создавать фотографии? Потому что я правда так часто делаю. У меня есть векторные макеты, и я иногда некоторые вещи не отснимаю, а создаю на них векторные изображения, которые потом растрирую и загружаю на Wildberries. То есть это прекрасно подходит, это хорошо работает, но только зависит от ассортимента. Понятное дело, что если у вас это одежда, то, возможно, у вас это будет просто схема, на которой нарисованы какие-то там измерения или какие-то особенности данного изделия, а основной будет фотография. В моем же случае у нас это скетчбуки, и данные скетчбуки мы, естественно, разрабатываем сначала в электронном виде, иногда это Procreate, это у меня художник рисует, я работаю в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, соответственно, мы это все совмещаем, получаем, вот, например, это макет с печати, оно было собрано в PDF, по нему было распечатано и сделано, соответственно, непосредственно наш скетчбук, и вот сейчас по нему я буду делать уже макет для Wildberries. Здесь есть особенность, можно, конечно же, это все отснять, а можно это красиво нарисовать в векторе, и тоже это будет прекрасная продающая история. Давайте я вам покажу, как я это буду делать. Первое, с чего мы начнем, это макет, отсюда мы будем брать примеры, а, соответственно, мы создадим размер, необходимый для Wildberries, это 900 на 1200 пикселей минимально и не больше 8000 по одной стороне. То есть это в этом моменте вы должны сделать. Пропорции 3 по 4. Соответственно, я создаю новый файл, у меня будет размера в пикселах, будет ширина 900, высота у меня будет 1200, и 72 у меня будет разрешение, цвета RGB, это важно, потому что тимик нам не нужно, напечатать это не будем, это чисто для электронки. Создаю. Вот у меня получился размер, который я потом буду экспортировать, размер монтажной области, и, соответственно, эта картинка будет прогружаться, все с ней будет прекрасно. Что теперь у меня есть? У меня есть вот она, обложка с кетчбука, при том, смотрите, она просто размещена на монтажной области, поэтому сейчас я ей нарисую прямоугольничек, который будет обозначать непосредственно сам размер. Так, в образцах я выберу черный цвет контура, и вот это все вместе мы с вами сгруппируем. Ctrl-C, копирую в другой документ, Ctrl-V, вот смотрите, мой скетчбук. Смотрится плоско, красиво, ну, как бы красиво нарисовано, да, но неинтересно, непонятно, что это скетчбук, и вообще, что с этим делать. Показываю свои секреты, что я с этим делаю. Видите, хорошо встал на лист, соответственно, вот это будет целиком показываться, и на нем скетчбук. Не надо, чтобы он прям целиком у вас это занимал, оставьте пространство. Плюс нам еще нужно место для какой-то, ну, то, что называют инфографикой, для какой-то дополнительной информации, чтобы люди понимали, что это за скетчбук. Что я сделаю? Я покажу, что он у меня на спиральке. Как я делаю имитацию спиральки? Это мой метод, вы можете делать по-другому. Еще раз, это я просто показываю то, что работает у меня, и то, что реально применяется. Вы можете делать абсолютно по-другому, так как вы считаете нужно. Соответственно, вот здесь у меня есть спираль, и обычно я ее рисую градиентом. Вот. Вот через такое пространство я опускаю с зажатым шифтом, теперь нажимаю Alt, подпускаю кнопочку мыши, отпускаю Shift и Alt, и нажимаю Ctrl D, у меня дублируется мое действие, происходит имитация спиральки. Вот таким образом. Можете чаще, можете реже, в зависимости от того, как у вас есть. Теперь все это сдвигаю немножко в сторону. Вот такая штучка получилась. Так, двойной клик, вхожу в режим изоляции. Давайте мы сделаем контур 2, чтобы он был пожестче. Хорошо. Это должно у нас идти жестко сверху. Так, да, перекрывает. Потому что если вы вот здесь посмотрите, вот здесь видите перекрытие. Соответственно, наше спираль находится сверху. И еще для красоты я очень люблю подкладывать тень. Не буду рисовать толщину кетчбука, я это покажу инфографикой. А сейчас мы возьмем прямоугольничек. Вот так его нарисуем. Теперь мне нужен цвет только заливки. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. И смотрите, видите, у меня нет цвета заливки у моего скетчбука. Сейчас дам двойной клик. И вот этот прямоугольничек залью белым. Так, выберу его тоже на задний план. Вот. То есть, чтобы его было видно. Сейчас, конечно же, не совсем то, что я хочу получить. Не тот эффект. Мне нужна именно тень, такая мягкая, красивая. Для этого я перехожу в эффект размытия. Ну, куда-то ускакала. Вот оно. И размытие по гауссу нам нужно в данном случае. Выбираем тот радиус, который нам подходит. Вот, смотрите, он там смягчается. Вот так. То есть, так совсем жестко, так совсем мягко. Смотрим, как оптимально. Вот, выбрали. Теперь это слишком сильно выпирает. Я его корректирую. И мне не нужна такая прям яркая жесткая тень. Поэтому сейчас мы ей зададим немножко непрозрачности. Вот здесь даем непрозрачность. Вот она получилась такая очень милая тенюшечка, которая все это оттеняет. Потому что проблема именно вот в этих скетчбуках, это белое на белом. Я делала разные варианты. Я делала и чистку фотографии очень аккуратную, чтобы это все красиво смотрелось. И делала вариацию, когда у меня такой электронный вид. Электронный вид смотрится намного более аккуратно. Вот получился у нас скетчбук. Видите, он объемный, как будто вот такой вот стал. И теперь я хочу людям сообщить о том, что же это за скетчбук, в чем у него особенность. Начнем мы с уголочка. Так, с альтом. Вот так. Здесь такой вот будет уголочек. Он будет соответствовать цвету того, что есть на скетчбуке. Так более гармонично смотрится. Сейчас мы выберем. Вот. И я хочу сразу людям сообщить, что он у меня формата. Опять. Опять. Сейчас язык переключу. Опять. Шрифты. Вот. Impact я люблю. И еще. Сейчас скажу, какой. Очень хорошо для этого подходит. Это вот шрифты. Вообще отдельная тема. И все графические дизайнеры этим занимаются, это знают. У каждого свои предпочтения. Поэтому я не буду, да, настаивать на том, какой вам использовать. Вы можете использовать тот, который вы считаете нужным. Так, 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 так. Давайте все-таки на Impact остановимся. Он как раз сюда хорошо встанет. Так. Опять. И еще информацию, которую я хочу дать своим клиентам, что в этом скетчбуке 60 листов. 60 листов. Пишу на русском, потому что русский Marketplace. Если у вас там какая-то другая площадка, то вы можете, соответственно, написать. Сейчас мы это все здесь разместим аккуратненько. Можно поправить. Видно будет только то, что вот здесь в рамочке. Соответственно, так же, как и цвет, тоже мы можем немножко поколдовать. Если мы понимаем, что нам цвет круга нужно как-то поменять, это все вполне реально. Вот так. Так, а что это у меня тут такое слетело? Можно все сгруппировать, чтобы удобнее было. Вот так, отлично. Вот. Вот такая у меня будет штучка. Если вам удобнее смотреть, когда чистый вид уже, я как бы привыкла, что у меня вылезает за монтажную область, то можно все это вместе выбрать. Сверху нарисовать прямоугольник, правой кнопочкой мыши создать обтравочную маску. Вот она все обтравилась, вот такой прямоугольник, вот она моя первая карточка. Что у меня будет далее? Я создам копию, инструмент монтажная область, сдвигаю вправо с зажатой кнопочкой shift, alt, отпускаю, скопировалось. Это мне уже не нужно. Отменяю обтравочную маску, удаляю эту инфографику. Что я хочу рассказать, показать своим клиентам. Я хочу рассказать, что у этого скетчбука находится внутри. Что у него находится внутри. У него внутри находятся разные примеры того, какие есть прически, что их можно раскрашивать. То есть это скетчбук для раскрашивания, для рисунка. Соответственно, вот эту всю красоту, сейчас я сгруппирую по листам. У нас 60 листов, здесь 6 разных дизайнов, соответственно, по 10 дизайнов повторяется. Вот это я и хочу рассказать клиентам, чтобы они понимали, что они будут покупать. Так, я все там выбрала, скопировала, ctrl-v сюда вставляю. И что мне нужно? Я хочу вот это поставить внутрь скетчбука, ctrl-c, del. Вхожу в режим изоляции двойным кликом. Еще проваливаюсь ниже, убираю то, что здесь есть, ctrl-v. Попали. Выхожу из режима изоляции. Делаю копию. Я всегда делаю копию, сдвигаю, сжимаю shift-al. У меня это уже настолько на автомате, я даже проговаривать это иногда забываю. Ctrl-c, delete. Двойной клик. Двойной клик. Два раза мы провалились внутрь групп. Ctrl-v. Так. И еще раз дублируем обе эти листочка. Не скопировала, сейчас вот это я копирую. Ctrl-c, delete. Убираю. Ctrl-v. Так, хорошо. И последний. Ctrl-c, delete. Двойной клик, двойной клик. Не провалилось. Ага, двойной клик, delete. Ctrl-v. Что такое двойной клик? Двойной клик это выход в режим изоляции в данной группе. Оно проваливается внутрь группы. Когда вы делаете двойной клик и двойной клик, то есть у вас сгруппированные объекты, из этих объектов еще одна группа, еще одна группа. Вы как бы внутрь этих групп перемещаетесь. Это очень удобно, потому что видите, они все у меня сделаны. Так, теперь мы это все вот так вот, оп, на лист. Это лист, который у нас будет видимый. Соответственно, нужно показать, что же у нас там такое красивое. Что у нас? 4 места с разными дизайнами причесок по 10 повторов каждого. Так, теперь опять выбираем импакт и вот так вот. Опять же, вы по 10, наверное, листов. 4 листа с разными дизайнами причесок для раскращивания по 10 листов каждого. Так, хорошо. И помимо этого, у нас с вами еще есть вот такие пустые головы. Соответственно, эти пустые головы нам тоже надо рассказать. То есть здесь у нас 4 разных дизайна по 10 повторов, а здесь у нас с вами будет по-другому. И это по-другому мы сейчас тоже отразим. То есть это то, что действительно есть в этом скетчбуке. Я ничего не придумываю. Я просто это собираю в кучку. В принципе, точно такой же. Два одним кликом провариваю все в режиме изоляции. Все хорошо. Ну, потому что на одном листе это будет неудобно компоновать. А на двух будет очень даже ничего. Иго. Надо написать, что у нас тут такое, чтобы его хорошо было видно. Вот человек первый раз на это смотрит, да, не понимает, что там. Так, и давайте напишем, что это у нас тут такое. Шаблоны голов для придумывания причесок. По 10 листов каждый. Вот. Соответственно, все у нас с вами собралось. Что я еще делала до этого? Чтобы люди могли рассмотреть. То есть они сначала открывают, они понимают, что это опять, что там 60 листов. Что вот здесь у нас там 4 листа с разными дизайнами по 10. Потом у нас 2 других дизайна тоже по 10. То есть 6 разных дизайнов 10 раз повторили, понятно. Что я еще обычно делаю? В таких случаях я создаю отдельно каждый лист, чтобы люди могли посмотреть, а что же там внутри, чтобы это было максимально понятно. То есть моя задача какая? Моя задача донести до моих клиентов максимально, что у меня происходит. Смотрите, такой прием я часто его использую. Вот так вот накладываю один на один. Начинаю увеличивать, чтобы они у меня совпали по размеру. Вот, совпали. Так. Да-да, я поняла, что мы можем замедлиться. Так, раз, два, три, четыре листа. Соответственно, это на один лист, это на другой лист, это на третий лист. Кстати, иллюстратор автоматически подравнивает. Видите, у него такая вот полосочка идет, он в центре подравнивает. Что очень все просто и быстро. И эти два листа сейчас я подравняю с копией обязательно. Вот почему важно запоминать клавиши. Видите, многие процессы, они просто происходят на экране, и я не озвучиваю их, потому что я клавиши нажимаю, и это очень удобно. Вот, отдельно вот так, раз. То есть я выбираю инструмент монтажную область, сдвигаю влево, нажимаю shift, чтобы он хорошо переходил, нажимаю alt, он у меня копируется. Все у меня все скопировалось. И теперь я размещаю по центру. Вот оно, видите, у меня по центру все выравнивается. Здесь сейчас мне тоже покажет, что центры сравнялись там и там. И вообще все идеально ровно. Вот, я создала скетчбук, который можно теперь загружать на Wildberries. И в принципе это все будет прекрасно туда грузиться. Что надо сделать? Файл сохранить. Сохранить куда-то. Например, скетчбук перечески. Ну понятно, что куда-то вы должны это сохранить. И очень важно теперь сделать экспорт. Я обычно делаю экспорт в ПНГ. Экспорт, экспортировать как, здесь что, в ПНГ и использовать монтажные области. Тогда у вас по этим монтажным областям все отэкспортируется. Экспорт, окей. И вот оно у меня сейчас, это экспортировалось все на рабочий стол. Вот они, смотрите, это уже просто вот картинки, которые готовы. Вот их можно загружать. Видите, немножко по уровню, по-моему, у меня они скачут. Что-то я сейчас поправлю этот момент, чтобы они по уровню не скакали. Вот такая красота у нас с вами получилась. А как это смотрится на Вайлберсе? Вот, пожалуйста, я его загрузила. И вот они уже, у меня все картиночки тут есть. Ну, я сейчас показала более быстро. Можно немножечко подровнять какие-то сталии, чтобы они не прыгали. Потому что, видите, я когда между ними перемещаюсь, чтобы не было прыжка картинки. Чтобы они все были абсолютно на одном уровне. Вот другой вариант я тоже делала. Очень удобно, очень ярко, сочно, красочно. И понятно, что там внутри. Плюс добавляете какое-то описание, и у вас все понятно. И всегда хорошо ведет. Пожалуйста, пишите мне свои комментарии. Понравились ли вам такие видео? Что вам еще показывать? Вот я и в Adobe Illustrator, и в Adobe Photoshop работаю. Вот как работаю, как это смотрится на Вайлберсе. Это все открытые информации. Можете зайти посмотреть. Бренд Fashion Vector Design. Там наша продукция продается. Напишите мне свои комментарии. Да, нет. Ставьте лайки, если видео понравилось. И задавайте вопросы, если они у вас появились. Что вам еще интересно показать. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok